Одежда ведущим Сетью магазинов одежды Том Тейлор Утро может быть добрым И мы планируем вам это сегодня доказать Мы, это программа Автопилот Меня зовут Сергей Гришнов Рядом со мной Юлия Астахова Мы сегодня все утро вам будем доказывать Что день нужно начинать правильно И правильное начало дня Это когда вы проснулись, потянулись Да, мы понимаем, что вы лежебоки С этим навряд ли мы что-то сможем сделать Но вы должны проснуться и улыбнуться Обязательно увидев нас на своих телеэкранах Утреннее шоу Автопилот Начинается Мы вашу улыбку, к сожалению, не увидим Но мы все чувствуем, друзья Поэтому не уходите от телеэкрана Ну а еще свою улыбку вы нам можете прислать Мы есть во всех социальных сетях Пишите нам ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме И Одноклассниках Обязательно прочтем, поставим лайк и откомментируем Занятие спортом в жару Это занятие такое Не для слабонервных Очень все серьезно Но мы, друзья, вам не рекомендуем ставить какие-то рекорды Мы хотим, чтобы вы проснулись И для этого у нас есть отличный способ Это зарядка У нас есть рубрика «Двигайся» И сегодня, да, понедельник Мы решили проверить вас на прочность И, друзья, сегодня тренировка будет на выносливость Если вы понедельник начнете с этой тренировки То вынести всю неделю И не заметите, как она закончится Она пройдет легко и продуктивно Всем доброе утро Меня зовут Владимир Сегодня я ваш фитнес-тренер А это значит, что настало время для зарядки На телеканале «Саратов 24» Все за мной Сегодня мы с вами поработаем над вашей выносливостью мышц У нас будет очень много прыжков Для этого разомнемся Нам нужно обязательно размять ваши ноги Сделаем пару приседаний И разомнем верхнюю часть корпуса Начнем с приседаний Опускайте таз вниз На выдох поднимайтесь вверх Сохраняйте прямую спину Если вы хотите усложнить работу себе В разминке Вы можете выполнять приседания И выпад назад Приседания И выпад назад Делайте вдох И выдох Разминайте хорошо мышцы ног Работать придется очень сложно Сделаю еще один раз Сделайте вдох Растяните грудные мышцы И мы приступим к основной части Первым нашим упражнением Будут выпады в прыжке Ноги ставите широко Делайте выпад Опускайте колено в пол И с выдохом Прыгайте Меняйте ноги Вниз Вниз Старайтесь прыгать как можно выше Если вам нельзя выполнять прыжки Вы можете выполнять Обыкновенные выпады назад И для тех кто хочет Хорошо себе усложнить работу Возьмите мяч Выполняйте те же самые прыжки И добавьте касанием Песка Мячом Скручивайтесь в сторону Делайте вдох И выдох На смену ног Я сделаю еще два раза Вы выполните 30 повторов На этом наша основная часть Подошла к концу После работы Нам обязательно нужно сделать Растяжку Чтобы мышцы не болели Мяч откладываем в сторону Правую стопу Кладем на левое бедро Отводим таз назад И опускаем его чуть вниз Растягиваем ягодичные мышцы Правой ноги Затем поменяйте сторону Сделайте вдох И выдох На этом все Всем удачного дня Смотрите нас на телеканале Саратов 24 После такой зарядки Очень сложно не проснуться Одни приседания чего стоят А вот этот мяч Сначала сюда Потом сюда Потом опять сюда Потом опять сюда Друзья Мы проверяли вас на выносливость Если вы сделали эту тренировку Вместе с нашим фитнес-инструктором То вы большие молодцы И вам не составит труда Чувствовать себя отлично На протяжении всей недели Делайте зарядку Каждое буднее утро Вместе с нами Если вы не делали зарядку Вместе с нашим тренером Мы надеемся, что вы хотя бы запомнили Какие-то движения И среди недели будете их обязательно повторять Это точно А на очереди у нас гороскоп Узнаем, что сегодняшний день Подготовил всем зодиакальным знаком Друзья, смотрим, записываем И следуем точным инструкциям Марии Белат Нашего астропсихолога Доброе утро Я астропсихолог Мария Белат И я отвечаю на сложные вопросы Вашей жизни Сегодня новый день И новый гороскоп Давайте посмотрим, что приготовили нам звезды В этот летний день Овен Вы будете чувствовать себя в эпицентре внимания Подготовьтесь к этому заранее Телец Ваше внимание обращено на семью И ваша забота будет ощущаться Каждым близким вам человеком Близнецы Ваши мысли заняты поиском нового смысла жизни Уделите этому время Рак День будет насыщен эмоциями и переживаниями Будьте открыты к ним Лев Хороший день для начала новых дел Дева Очень таинственный день Вас посвятят в закрытые темы И поделятся сокровенным Весы Кто-то очень хочет больно Уколоть вас своим едким вопросом Будьте начеку Скорпион Излишняя самоуверенность Может сыграть с вами злую шутку Стрелец Вам стоит срочно оформить ваши идеи И будьте готовы отстаивать их Козирог Несмотря на понедельник Вам стоит думать об отпуске Время сейчас подходящее Водолей Вам будет очень хотеться Пожалеть себя сегодня Хотя видимых причин для этого нет Рыбы Любовные темы захлестнут вас головой В течение сегодняшнего дня И все недели Вопросы развития детей Это отдельная тема моей работы Будучи матерью Я понимаю, насколько важно Выбрать правильное направление Для своего ребенка И с радостью отвечаю На подобные вопросы от вас Уважаемые телезрители Александра спрашивает Подскажите Можно ли определить направление развития Для пятилетнего ребенка И что делать Если ребенку нравится рисовать А по прогнозу ему нужно заниматься спортом Александра Чтобы ответить на этот вопрос Мне нужно знать дату Место И время рождения ребенка Предположим, что в вашей ситуации Все так, как вы описали Это означает, что при занятии спортом Нужно учесть или добавить Творческую составляющую Например, художественная гимнастика Может подойти Но никак не единоборство То есть в такой ситуации В спорте нужно исключить жесткие рамки И добавить творчество Еще раз повторяю Что без точных дат Описанное мной Просто пример Напишите свои точные данные На мою почту И я смогу ответить точнее Если вы хотите Чтобы ваш вопрос Прозвучал в эфире То присылайте его На электронную почту С указанием даты Место и время Вашего рождения И мы разберемся В вашей ситуации Вот скажи мне, Юльчик Что бы ты спросила у Марии Белат То, что бы я спросила Я тебе не скажу Я могу сказать только одно Что Мария Белат У нее такой мягкий Завораживающий голос Что слушаешь И действует как настрой Она говорит всегда Все хорошее Настрой Надо прислушиваться Нас двое, Юль Не настрой Шутник Друзья, если вы хотите Чтобы Мария Белат Ответила на ваш вопрос Знаете, вопросы она принимает Абсолютно любые Главное, чтобы они не касались Политики и курса валюты Ну, просто не рискует Она, знаете ли, отвечает На такие сложные вопросы И в одной из следующих программ Она вам скажет Стоит ли вам, например Переезжать в другой город Или в другую квартиру Есть ли смысл идти Учиться второй раз куда-нибудь Или может быть первый раз Ну и так далее И тому подобное Друзья, главное, чтобы в вашем письме Была информация о месте Дате и времени Вашего рождения Присылайте свои вопросы На сайте mbelat.ru На календаре понедельник Шестое июля Отличный день Отличный день Понедельник всегда отличный день Ну, я вообще тебе говорила Что я очень люблю понедельник За то, что всегда можно Начать жизнь заново Начать, сесть на диету Так, какую сегодня Ты придумала историю для себя Я всегда диету начинаю с понедельника А ко вторнику заканчиваешь ее, да? С понедельника, да Супер, молодец Друзья, шестое июля И чем же этот день знаменит? Знаете ли вы, что сегодня нужно целоваться Целоваться всем миром, я бы так сказал Целовать свое отражение Своих друзей, родных, близких Всех целуйте Сегодня всемирный день поцелуя Если вы соскучились по поцелуям То выходите просто на улицу Говорите Чмакни меня Случайно прохожие Это можно и получить по шапке Мне кажется, в этот день нельзя Не все же знают о том, что сегодня такой праздник Ну, у тебя всегда есть алиби А вы сначала расскажите, что за праздник А потом лезьте целоваться Ну, у тебя есть алиби Если ты скажешь, что сегодня всемирный день поцелуев Я ни при чем Это международное сообщество так придумало Сама ситуация располагает так себя вести Это да Конечно же, хотим поздравить сегодняшних именинников Это Антон, Артем, Федор Герман и Святослав Всех обладателей этих чудесных имен Поздравляем с именинами Друзья, празднуйте и веселитесь Еще сегодня есть один именинник Да, это Сильвестр Сталлоне Ему сегодня 68 лет Да ты что? Без двух лет 70 Я не верю Без семи лет 75 Они все звезды Голливуда, они все время Без десяти лет 78 И тогда я не понимаю, что это к Сергею Друзья, надеюсь, что вы смеетесь Но ты смеешься Я смеюсь на тем, что это не смешно А, понятно Смешной аксимарон получается какой-то Друзья, это, конечно, народные приметы И сегодня говорили на Руси Так, так Мойся белее, будешь милее Странно, почему они только в этот день говорили Так, неужели во все остальные дни Нужно было мыться чернее И будешь страшнее Ну, видимо, это же накануне праздника Ивана Купала, да? Да, кстати И поэтому, наверное, все вот А когда Ивана Купала? Ну, ты нашел, что спросить Наверное, завтра Правда? Нет? Здорово, пойдешь искать пайпортник цветущий? Я пойду А что нужно? Это принесет мне какую-то удачу в будущее? Непременно Друзья, вот такой день сегодня по народному календарю По календарю именины По календарю праздников Отмечайте этот день И веселитесь, что есть сил И, друзья, мы продолжаем Вернемся к вам через несколько минут Доброе утро, наш любимый телезритель Доброе утро, наши любимые лежебоки Вы еще подтягиваетесь в своей кровати Едва открываете глаза И можете нащупать обстановку вокруг себя Если вы слышите наши голоса Голос Юлии Астаховой И Сергея Гришнова Знайте, вы в хорошей компании Точно не пропадете И этот день начнете с такой высокой ноты С хорошего начала И мы хотим сделать ваше утро еще добрее На очереди позитивные новости Давай, Юль Пожалуй, я начну Друзья, дело в том, что в бразильском городе Сан-Пауло Запретили производство и продажу фуа-гра С какой-то соображений С одной стороны, это позитивная новость С другой стороны, не очень С другой стороны, тема санкций продолжается Нет, это, кстати, не тема санкций Это больше подсуетились защитники животных Дело в том, что фуа-гра с французского Дословно означает жирная печень То есть гусей и уточек Откармливают их до того размера Точнее, их печень Пока она нужных пропорций не достигнет И ее можно будет приготовить Ну, это очень, согласись, зрелище даже Не для слабоневых А уж что чувствуют в этот момент Животные, птички Я даже и подумать боюсь В общем, защитники прав животных Обратились Да, штраф коммерсантам грозит, между прочим До двух тысяч евро Немало Колоссальный штраф Хотя сколько стоит фуа-гра, интересно? К сожалению, сейчас не могу тебе ответить на этот вопрос Но я думаю, что цена ниже, чем штраф Закон вступает когда в силу? В ближайшие 45 суток То есть это уже вопрос решенный Друзья, если вы через 45 суток в Сан-Пауло увидите, что в ресторане подают фуа-гра Жалуйтесь Жалуйтесь Пишите в книгу жалоб и предложений Обращайтесь к администрации ресторана, где вам подают фуа-гра И знайте, что животные не должны страдать ради того, чтобы вы полакомились таким деликатесом Ну и для других наших зрителей, кто еще не попробовал фуа-гра У вас есть 45 суток, чтобы поехать в Бразилию и слопать это блюдо Ну, знаете ли, мир делится на две половинки Одна ест фуа-гра, другая печень отдает ради фуа-гра Другая завидует, Сережа Окей, я понял Друзья, продолжаем, буквально через секунду вернемся к вам Ну, на мой взгляд, тема фуа-гра в нашем сегодняшнем эфире раскрыта окончательно Друзья, у нас есть для вас хорошая новость Теперь каждое буднее утро вы можете передать привет своим коллегам, друзьям и близким, записав свое видеообращение Сегодня мы стартуем вместе с Алексеем, премьера новой рубрики Давайте посмотрим, что Алексей передает всем своим сотрудникам Всем доброе утро, меня зовут Алексей Хочу пожелать всем своим коллегам успешного сегодняшнего дня Держите хвост с пистолетом, все будет хорошо, я скоро приеду Спасибо вам большое, Алексей, за эти... Теплые слова Теплые слова, привет своим коллегам Мы тоже передаем привет всем вашим сотрудникам и соратникам И специально для них ставим музыкальную композицию У нас в утреннем шоу Автопилот теперь появляются клипы И сегодня утром мы начнем вместе с Виагрой Можно хорошенько потанцевать Можно хорошенько потанцевать И композиции Да, хорошо, что ты все правильно пояснил Друзья, потанцуем вместе Когда-нибудь пройдет и я И снегом заметят следы И мне покажется, что где-то там в душе уже не ты Но ты не гасишь свет в окошке Я не знаю, как мне жить Благодарю тебя за то, что научил меня любить Время быстротечно И ничто не вечно Прости меня Прости меня Мой друг Просто я искала счастья И нашла его в тебе Пусть не все лишь отчасти Но печаль твоя напрасна Прощай Это было прекрасно Прощай Это было прекрасно Субтитры создавал DimaTorzok Когда-нибудь пройдет и это Но сколько дни минуло лет Ты у меня один на свете И тебя любимей нет Это неизменно И потому, наверное, в моих глазах Без слез Просто я искала счастья И нашла его в тебе Пусть не все лишь отчасти Но печаль твоя напрасна Прощай Это было прекрасно Прощай Это было прекрасно Субтитры создавал DimaTorzok Просто я искала счастья И нашла его в тебе Пусть не все лишь отчасти Пусть не все лишь отчасти Но печаль твоя напрасна Прощай Это было прекрасно Прощай Это было Ну что ж, теперь каждое утро Мы будем начинать с музыки И с ваших приветов и поздравлений Друзья, если хотите, чтобы Ваше поздравление прозвучало В утреннем шоу Автопилот То присылайте нам все, что у вас есть На почту Mail Собака Saratov24.tv На этой почте мы будем собирать Все ваши привет и поздравления Обрабатывать их И, конечно же, ставить утром В нашем шоу Автопилот Как приятно проснуться Под привет, который тебе кто-то передал А, под хорошую музыку Под хорошую музыку Уже проснуться хорошо Уже бодрствовать хорошо Да Друзья, сейчас уходим На небольшую рекламу После которой сразу же К вам вернемся Никуда не переключайтесь Это утреннее шоу Автопилот На телеканале Саратов24 Продолжается Доброе утро Доброе утро Наши любимые лежебоки Просыпайтесь скорее Утреннее шоу Автопилот Уже в эфире Юлия Астахова И Сергей Гришнов Рады, что вы этот день Начинаете вместе с нами И если вы только что К нам присоединились Ничего страшного, друзья Впереди вас ждет еще Масса всего полезного И интересного И Сереженька Я хочу Я хочу показать тебе Очень красивую фотографию Просматривая новостную ленту Личного характера Нет, просматривая новостную ленту Наткнулась на безумно Красивое изображение Друзья, посмотрите Вполне себе личного характера Посмотрите и вы Это не я Это ты и я Это свидание Нет, Сереж, посмотри Я, честно сказать, не знаю Историю происхождения Этого снимка Но на самом деле Мне кажется, очень романтично Волга, мост, Саратов и пара Ты знаешь, мне кажется, что Такой снимок можно сделать Только в нашем городе Почему? Ну, потому что только у нас Вот есть такая Какая-то атмосфера Знаешь, ты можешь сидеть Реально в Волге В одной из самых великих Реях нашей страны Если не мира Да Практически посередине реки Над тобой будет мост Который Постоянно соединяет Два огромных города Который является буквально Символом нашего города Красивая панорама Я больше чем уверен Что вот молодой человек Читает книжку А его спутница Любуется видами города Эту фотографию можно посылать На какие-нибудь конкурсы Всероссийские Почему нет? На какие, например? Ну, есть же много Конкурсов различных На самую красивую фотографию Влюбленных А я думаю, что этот конкурс Должен быть что, где, когда Знаешь, эту фотку Можно отправить на какую-нибудь Такую интерактивную игру И спросить что-нибудь Типа Что-нибудь Что происходит Сколько стоит зеленая лавка Ну, я не знаю Насколько актуален этот вопрос Но то, что он оригинален Это сто процентов Друзья, наш город Интереснее, чем вам кажется И вы можете делать Любопытные и суперские снимки Буквально на каждом шагу И на каждом углу И присылать нам Чтобы мы потом комментировали Да, да И присылать потом нам В социальных сетях Вконтакте, фейсбук, твиттер, инстаграм И одноклассники Мы обязательно покажем ваши снимки И прокомментируем их В нашем эфире Автопилот Любимая наша с тобой рубрика На очереди Прямо по курсу Которая мы с тобой все время соревнуемся Ну, не мы с тобой А ты со мной почему-то Я-то вне конкуренции Да, у меня великий соревновательный дух Знаешь ли Ну, хотя бы Мы же не пояснили В чем мы с тобой соревнуемся В юморе, друзья Мы рассказываем Сереже Друг другу анекдоты У кого-то это получается Хорошо У кого-то Это получается Еще лучше Но мы знаем Кто вне конкуренции Мэтре анекдотического жанра Да, это диджеи радио Юмор-ФМ Павер Павел 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 Сразу скороговорку вспомнил С ней, Сережа Объяви, пожалуйста Павел Роженков и Наташа Ростова Сейчас будут травить анекдоты Слушайте, радуйтесь жизни И веселитесь вместе с ними Доброе утро, друзья С вами сегодня ведущие радиостанции Юмор-ФМ Павел Роженков и Наташа Ростова Ну, а для бодрящей летней улыбки Вам утренний анекдот Разговаривают как-то два приятеля Слушай, а вот у тебя есть какая-нибудь мечта? Есть Ну, какая? Знаешь, я мечтаю бросить пить Брось А как же я потом буду жить без мечты? Ну что, утреннюю порцию хорошего настроения получили Ну, а за продолжением ждем вас на 106-ФМ До встречи! Ну, как у них это получается, я не знаю Не знаю, не знаю Но настроение поднимают в два счета Ну, ты посмотри, там желтенькая студия такая Вокруг царит атмосфера юмора и позитива Там нельзя по-другому рассказывать анекдот Они просто, ну, как вот в крови у тебя уже Ну, как в эфире вот они рассказывают шутки, анекдоты Так и... А я подумал, что мы очень близки к этим ребятам У нас тоже много желтого всего Ну, если бы только желтый цвет нас с ними разделял А так, да? А так еще и чувство Еще и интеллект, и чувство юмора Нас просто разделяет таким огромным водоразделом Друзья, на очереди у нас книжная рубрика Ее ведет Мария Карманова И сегодня она расскажет про очень любопытную книгу Называется книга «Дневник школьника» Если не ошибаюсь, советского школьника И эта книга была написана про мальчика Вундеркинда Которого все считали Вундеркиндом Он даже предсказывал ход войны Великой Отечественной И различных событий Ты читала, что ли, эту книжку? Мне Маша рассказывала То есть она тебе уже порекомендовала? Она мне уже, да Она каждый раз приходит с книжного магазина Ее прям вот, ну, не угомонить Она как начнет рассказывать про книги Так вот все, сам заслушиваешь Друзья, давайте тоже послушаем рекомендации Возможно, нам пригодится Доброго утра! Желаю вам я, Маша Карманова У меня в руках очередная книга А это значит, что в эфире книжная рубрика В проекте Автопилот Смотрите внимательно Сегодня я расскажу об очень интересном произведении Лев Федотов «Дневник советского школьника» Необычный дневник необычного человека Которого считали самым известным вундеркиндом 20 века И пророком, предсказавшим войну Вот что обещает обложка этой книги Возможно, имя Льва Федотова вам уже встречалось Ведь оно окутано тайной, слухами А вокруг истории уже складываются мистификации Этот мальчик жил в известном доме на набережной В 40-х годах 20 века Он поражал воображение ровесников Он увлекался всем в мире Минералогией, палеонтологией, океанографией, историей Писал симфоническую музыку, романы в толстых тетрадях, картины Разработал свою систему физической закалки и тренировок И, что удивительно, добивался успехов в каждом направлении Именно этого мальчика вывел писатель Юрий Трифонов В романе «Дом на набережной» в образе Антона Овчинникова Друг детства поразил воображение писателя Своими многочисленными талантами и сильным характером И именно Трифонов позднее, уже после публикации романа Попросил у матери Льва Федотова Несколько тетрадей его дневника Эти записи поразили многих И заставили говорить о феномене Льва Федотова Юный Нострадамус, пророк, оракул На волне интереса к этой фигуре диггеры даже якобы нашли Еще одну тетрадь дневников с названием «Истории будущего» Предсказание которой относится к началу 21 века Конечно, в информационном шуме вокруг фигуры советского школьника Уже трудно различить его истинные черты Да и вообще отличить выдуманные от реального Но важно оговориться, что эта книга Не сборник слухов и сплетен А сам дневник Льва Федотова Снабженный подробной вступительной статьей С указанием всех источников Расшифровкой непонятных терминов С носками об исторических событиях и героях Без этой наукообразной информационной подушки Читать дневник было бы сложно и не слишком полезно А подготовка перед чтением помогает понять многие вещи Сам же дневник не напоминает Разрозненные личные рассуждения Или задушевные признания Скорее он похож на роман, написанный от первого лица Мы знакомимся с близким окружением автора Его занятием, его распорядком дня Его мыслями и вообще системой мышления в целом Даже если не брать во внимание факт предсказания Львы Федотовым Войны, который собственно и притягивает внимание Массы исследователей и мистификаторов А просто прочесть о человеке ренессанса Который успевает все и умеет сочетать творчество С естественными науками и прикладными увлечениями Это чтение окажется увлекательным и полезным Портрет эпохи и автопортрет человека Это то, что лично я посоветовала бы вынести из этой книги Но если вам хочется предсказаний и провидений То ищите и это Еще раз напомню, Лев Федотов, дневник советского школьника Ну а я, Маша Карманова, на этом с вами прощаюсь Увидимся с вами уже завтра утром Я обязательно расскажу вам о еще одной книжной новинке Спасибо большое Марии Кармановой за рассказ о любопытной книге Теперь я точно определился с тем, что буду покупать в книжном магазине У тебя скоро отпуск? У меня не будет отпуска Хотела тебе порекомендовать эту книгу в поездку Я думал, ты хотела наступить мне на больную пазоль Ну это тоже, но я это не озвучивала вслух Поэтому ты уж сам все понимаешь или объяснил Сам все понимаю Друзья, сейчас один из вас, один из наших телезрителей А точнее телезрительниц Станет несколько богаче И духовное И физическое И материальное, я хотел сказать Друзья, есть сертификат в фитнес-клуб Фиткерс Сережа Этот подарочный сертификат может стать вашим абсолютно бесплатно Достаточно просто ответить правильно на вопрос Вопрос будет следующий Друзья, у какого овоща Ну, не есть, а в принципе, да У какого овоща отрицательная калорийность? То есть, употребляя этот овощ в пищу Вы больше энергии тратите на переработку этого овоща Чем получаете от него калории Итак, свои правильные ответы присылайте нам В виде смс-сообщения на номер В виде смс-сообщения на номер 8-967-500-8602 Ты заметил, насколько противоречивый сейчас выход? Сколько у нас с тобой было ошибок? А все из-за того, что мы, друзья, завидуем вам Что этот сертификат достанется вам Мы просто теряемся Я, в принципе, спокойный Потому что это фитнес-клуб для девушек Но ты же всегда, когда смотришь, как проходят там занятия Ты всегда мне говоришь, что я бы, вот, если была девчонка Я бы там бы позанимался Меня оклеветали только что в прямом эфире То есть я не был такого Не слушайте Юлию Астахову Отвечайте правильно на вопросы Какого овоща отрицательной калорийности Свои правильные ответы Присылайте на номер 967-500-8602 И первый, кто пришлет правильный ответ Подпишется и оставит свой контактный телефон Станет обладателем вот этого чудесного Подарочного сертификата Отдай его уже Я хоть не пойду, но подержу в руках Вот он, 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 он По-прежнему не могу расстаться с подарочным сертификатом Даже я не могу выдрать из рук сертификата С ним еще примерно 2 минуты Пока вы, друзья, будете наслаждаться небольшим информационным блоком Сейчас рекламная пауза После которой мы к вам непременно вернемся И утреннее шоу Автопилот на телеканале Саратова 24 продолжится Друзья, рады приветствовать вас Это утреннее шоу Автопилот Телеканал Саратова 24 Моя очаровательная соведущая Юлия Астахова Привет, Юль Привет, это Сергей Гришнов Друзья, познакомься Мы с ним уже здоровались 10 раз Но он решил продолжить эту процедуру Да, такая прекрасная традиция Я в детстве выходила все время из дома И знаешь, всегда же сидят там бабулечки около подъезда И я все время проходила туда, здрасте, обратно, здрасте Туда, здрасте, обратно, здрасте Они, наверное, думали, что я сумасшедшая Но мне было весело Я так выражала его То, что у меня прекрасное настроение И я хотела, чтобы у них тоже было подобное У тебя просто память, как у рыбки Первые несколько секунд Помнишь, а потом все И каждая бабулечка, как в первый раз, увидела ее Друзья, я не обещаю, что следующее утро Мы встретим компанию Сергея Гришнова Я здесь буду сидеть А вот Сережа, может быть, нет Слушайте, наш троллинг зашел слишком далеко Теперь, друзья, ближе к позитивным новостям Перейдем, чтобы в очередной раз не подраться в эфире Я не знаю, что тебе нужно сейчас рассказать, чтобы у меня стало хорошим Очень милую новость я тебе расскажу Давай Знаешь ли ты, что два брата, которые жили в моей любимой Британии Британцы еще очень Ты же не доверяешь британцам Я не доверяю, я восхищаюсь искренне в глупости этих людей, честно признаться Окей Знаешь ли, два брата жили-дожили, там, добра поживали себе и так далее Был один маленький нюанс, они на протяжении сорока лет Только задумайся Сорока лет Дарили друг другу на день рождения одну и ту же открытку Очень экономно Очень экономно Я восхищаюсь просто сообразительностью А подарок прилагался? Ну не знаю, честно, об этом никакой информации нет Просто маленькая открыточка формата Вот А пожелания менялись? Опять? Нет, ну ты делал Пожелания никаким образом менялись, они просто каждый год ставили свой подпись по очереди Отличная идея Итого на открытке есть 20 автографов одного брата и 20 автографов другого брата Вот такая вот добрая традиция есть в этой семье Я предлагаю на самом деле расширить горизонты Но на самом деле эти открытки, они мало кому нужны Вот редко, когда человек собирает и коллекционирует, там куда-то клеит или собирает в мешочек Часто они летят в мусорку А если у вас будет одна открытка Ты выкидываешь открытки? Ну когда их скапливается огромный мешок И что? Это чувства, которые люди дарят тебе Перед тем, как выбросить, я их все перечитываю Еще раз пытаюсь запомнить Теперь все открытки сканирую и храни у себя на компьютере В электронном виде Хорошо, Сережа, а ты выкидываешь открытки или хранишь? А я не получаю их Ту-ду-ду-ду-ду На этой оптимистической ноте мы заканчиваем с позитивными новостями Друзья, минутная готовность и следующая рубрика уже в эфире Ну и вот, наконец-то мы сейчас поговорим о том, как сбросить лишний вес Ты страдаешь? Я не про себя Опять начинается, друзья Хорошо у меня воспитание на высшем уровне, а то... Друзья, на очереди у нас рубрика, которую мы делаем совместно с фитнес-клубом Тонус Где у нас есть наша личная подопытная Ее зовут Аэлита И она, знаете ли, каждый день ходит в фитнес-клуб Тонус для того, чтобы испытать на себе все тяготы и лишения фитнес-клуба Но мне кажется, это совершенно не тяготы Ты прилагаешь минимум усилий, но зато какой эффект Да Мы же уже не один раз посмотрели эту рубрику и можем с уверенностью об этом говорить Друзья, в общем, посмотрим сейчас рубрику, которая называется Тонус И узнаем, с какими приключениями Аэлита связалась в этот раз А потом обсудим, смотрите внимательно Всем привет, меня зовут Аэлита Мне 49 лет, в этом году даже будет 50 Спортом я занималась от случая к случаю Ну, в юности занималась ручным мячом Потом, ну, пожалуй, только гимнастика и время-то время плав Хотелось бы, конечно, заниматься спортом, но, увы Моя работа и недостаток времени мне не позволяют регулярно заниматься спортом Но зато я стараюсь выкраивать какое-то время на фитнес Хотя бы раз или два раза в неделю Я не знаю, что со мной будут делать сегодня в Тонус-клубе Но мне очень любопытно, очень интересно Немножко боязно Сегодня наше занятие пройдет на замечательном тренажере Боллбайк Он позволит нам протренировать все группы мышц А каким образом, мы сейчас с вами посмотрим Это Боллбайк, кардиовелотренажер Он сочетает в себе велосипед, мяч и эспандеры За счет этого мы можем протренировать на нем все группы мышц На нем используется комплекс упражнений, который позволяет совмещать три вида нагрузок Мне нравится У меня дома есть фитнес-шар И я на нем катаюсь, держу баланс Это полезно для смены Но здесь реально интересно Главное держать баланс 25 минут пролетели незаметно Это хорошо, не ощущаешь никакого напряжения Потому что все это было легко и здорово, непринужденно и даже весело Кроме того, я еще и экономлю свое время Я позанималась одновременно на трех тренажерах И на фитнес-боле, и с эспандером, и подкачала ножки После такой зарядки самое время приступить к работе Потому что энергия меня просто переполняет Всем пока! Очень крутой тренажер Мне так очень интересно наблюдать за тем, как элиты проходят вот эти вот всякие сложные этапы тренировочные Ну да, ну когда ты еще ногами, да, нужно ходить эспандером Это очень интересно Интересно, но и зато она же наверняка и худеет в этот момент Да, я уверен, что она худеет А мышцы как она разрабатывает? Мне кажется, можно даже не заниматься на этом тренажере Друзья, приходите делать селфи Такой крутой байк И ты думаешь, мышцы накачаются? Ну, мышцы не накачаются, но у тебя станет больше подписчиков в Инстаграме А, это точно, да Если вы стремитесь набрать супер популярность в этой социальной сети Не вес, не вес, а популярность То бегом в тонус-клоп Друзья, ну а мы продолжаем У нас на очереди ваши видеопривет И ваши поздравления И ваши комментарии, которые мы записали На летнем опенэйре, который назывался Пикник Возможно, не ваш, а ваших друзей Поэтому прямо сейчас вы получите привет Поздравление или признание в любви Смотрите внимательно Привет, Саратов! Огромный привет маме! Мы передаем привет пятому оближитию Политехнического университета Да Мы передаем привет нашим родным Желаем вам счастья, здоровья, чтобы они никогда не скучали Прошло 9 мая Я хотела бы поздравить свою прадедушку с победой Ему сейчас 90 лет Я хочу ему сказать спасибо за победу Мы хотим передать привет нашим родителям, родственникам, всем друзьям, одноклассникам Здесь очень круто, нравится обстановка, нравится, кто выступает Очень все весело и дружно Я хочу передать привет моей маме и папе и всем своим друзьям Мы хотим передать привет всем нашим близким и знакомым Мы вас очень любим Да, мы вас очень любим А Саратову и Саратовской молодежи хотим пожелать быть добрее, дружнее и более активными Не будьте злыми Да Я еще хочу сказать, Алина, я тебя люблю Привет мы уже получили, поздравления тоже Осталось получить полезную информацию Впереди у нас реклама, блок полезной информации для вас Если вы хотите определиться с какими-то покупками или услугами Смотрите, пожалуйста, нашу рекламу и после нее мы к вам вернемся Доброе утро, дорогие друзья Утро действительно доброе, потому что вы проводите его в нашей компании Программа Автопилот и Юлия Астахова и Сергей Гришнов Я все сделаю за тебя, Сережа Спасибо большое, позитивную новость тоже за меня расскажешь? Нет, давай ты Да? Да Хороший заход, ладно, расскажу вам, друзья, о том, что в норвежском музее установили необычную статую На ней, ну то есть, что на ней? На ней, в принципе, написана такая небольшая табличка приклеена Писать «Не смотреть в глаза» Что из себя представляет статуя? Это бюст мужчины, выполненный такой в глине или в бронзе Я не могу понять, что это за материал, но по цвету кажется, что что-то схожее с глиной И он помещен в стеклянный короб, такой, в стеклянную колбу Звучит магически Очень магически Голова в стеклянном коробе И, в общем, вы такие, знаете ли, гуляете по музею Гуляете себе и гуляете И подходите к этому экспонату И думаете, а почему это я не должен смотреть ему в глаза? Он что, как русалка? Сделает со мной что-то не так? Заколдует, как сирена морская Ну, в общем, смотрите вы ему в глаза И в этот момент датчики, которые находятся в скульптуре Соображают, что вы смотрите сейчас ему в глаза Они ловят ваши глаза, ловят вот отражение зрачков и так далее И в этот момент из глаз статуи льются две огромные струи воды Давайте посмотрим сейчас, как выглядит это на видео Воды? Ну, хорошо, что не ртути какой-нибудь Хорошо не ртути, хорошо не серной кислоты И на самом деле все абсолютно безопасно Видите, есть специальный короб, он защищает тех Но люди пугаются, будь здоров Ты идешь такой по музею, все спокойно Там же очень тихо, очень такая умиротворенная атмосфера И тут так ду-ду-ду Я не представляю, у меня сразу разрыв сердца Вот, друзья, если хотите экспериментов, то отправляйтесь в этот музей И обязательно смотрите в глаза этого экспоната Эмоции вам обеспечат И, кстати, знаете ли вы, что видео, которое мы сейчас с вами посмотрели Было выложено на YouTube еще в 2011 году Но было как-то особенно незамечено И, похоже, этот экспонат тоже был особо непопулярен И вот сейчас оно, это видео, собрало несколько миллионов просмотров И стало настоящим хитом в интернете А в связи с чем связана такая срочка? Не знаю Может быть, какой-то пользователь более активный Записал это Да, какой-то известный блогер вполне возможно Сделал оттуда какой-то маленький репортаж или видеосъезд Значит, важно, чтобы твое изобретение обязательно кто-то заметил Кто-то очень активный И с большим количеством Да Друзья, мы продолжаем проект Автопилот Впереди у нас масса полезной информации Никуда не переключайтесь Есть ли у вас дома лопата? Хочу я спросить у всех наших телезрителей У тебя есть? Я отвечу за всех, что есть, но не у всех У меня нет Что ты зарываешь своей лопатой? Что ты ей делаешь? Я говорю, у меня нет лопаты Ты меня слышишь? Хорошо Если бы у тебя была лопата Что бы ты ей делала? Я бы откапывала зимой машиночку свою Если вдруг я где-то застряла Понятно А ты? Друзья, некоторые люди используют Такую метаферическую лопату Для того, чтобы закапывать свой талант О чем это крылатое выражение Узнаем из рубрики Афоризм Есть примета, что если вы начали свой день с рубрики Афоризмы То он сложится весьма удачно Здравствуйте Сегодня я, Марина Игина Хотела бы рассказать о таком выражении Как зарыть талант в землю В наше время слово талант означает Одаренность в искусстве, науке Или каком-либо ремесле Но выражение, о котором я хочу сегодня рассказать Оно используется немного в другом значении В античные времена талантом именовалась мера веса Один талант равнялся приблизительно 26 килограммам серебра Впоследствии талант стал денежной единицей И с ним же связана поучительная евангельская притча Однажды одному господину нужно было уехать из своего дома на время Он подозвал к себе трех своих слуг, чтобы разделить между ними свое имение Первому он дал пять талантов, второму два, а третьему всего один, каждому по его силе При этом наказал им, что по возвращению они должны приумножить таланты и отдать их с прибылью Первый слуга тотчас отправился на рынок, употребил свои пять талантов в дело и получил столько же сверху Второй слуга поступил так же, и его таланты тоже возросли вдвое А третий слуга, испугавшись ответственности, пошел и закопал свой единственный талант в землю Когда господин вернулся, он потребовал от слуг отчета, как они распорядились веренными им деньгами Первых двух слуг он похвалил, сказав при этом Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего А когда подошел третий раб и протянул один талант, господин сказал ему Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну где не сеял и собираю где не рассыпал Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов Ибо всякому имеющему дастся и приумножиться А не у умеющего отнимется и то, что имеет А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов Поэтому о человеке, не сумевшем воспользоваться своими способностями, говорят Зарыл свой талант в землю Я желаю вам не растрачивать таланты зря, а приумножать их До свидания, хорошего вам дня Ну вот, знаниями стало у нас больше Ценными знаниями мы пополнили свой мозг Ты скачешь куда-то сначала, ну да ладно Друзья, разобрались мы в русских и в русскоязычных афоризмах и крылатых выражениях Настало время немножко выучить английский язык Сейчас у нас рубрика «Английский завтрак», в которой мы будем разбираться в крылатом выражении, в идиоме, которое звучит «жизнь, как чашка с черешней» Очень любопытно, давайте посмотрим Доброе утро! Мы начинаем нашу рубрику «Английский завтрак» Я рада приветствовать вас на территории английского клуба «Five o'clock» в Ирбис Наступило лето! Лето – это пора вкусных и спелых ягод, фруктов Сегодня я расскажу вам про идиомы английского языка, связанные с ягодами И начну я с прекрасной ягоды черешни Хочу поделиться с вами такой идиомой Life is just a bowl of cherries Жизнь – это всего лишь миска с черешней Что это означает? Life is simple and pleasant Жизнь такая же простая, понятная, как миска И pleasant – такая же приятная, как черешня И, наверное, если вдруг вы сейчас лежите на пляже, загораете и наслаждаетесь жизнью То как раз про вас и можно сказать, что в данный момент ваша жизнь – это чаша с черешней Your life is just a bowl of cherries Есть еще одна идиома в английском языке, связанная с ягодами Звучит она так Another bite at the cherry Когда мы используем эту идиому? Когда мы хотим сказать о том, что ягодку, черешню, можно укусить или съесть еще раз То есть, когда у нас есть еще один шанс сделать что-то Еще есть такой интересный глагол, тоже связанный с черешней Он звучит так To cherry pick Cherry – черешня, вишня Pick – собирать To cherry pick – это To choose only the best people or things in a way that is maybe not fair Отбирать самое лучшее Например, могу сказать такое предложение Grammar schools often get accused of cherry picking Иногда некоторые частные школы обвиняют в том, что они занимаются cherry picking Они отбирают самых лучших учеников себе На этом наш летний английский завтрак подошел к концу Я приглашаю вас на занятия в английский клуб 5 o'clock в Ирбис I say goodbye to you and wish you good luck Видели бы вы, что сейчас тут делал Сережка Что я делал? Он пел песни на английском языке Это было супер Попросим-ка его повторить? Нет, друзья, это останется у нас за кадром А если вы хотите следить за нашей закадровой жизнью То подписывайтесь на нас в социальных сетях Мы в Вконтакте, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Одноклассниках Я, возможно, когда-нибудь для вас спою специально Но выложим это только в социальные сети Пока удостоилась чистой только я Это точно Друзья, у нас следующая рубрика И эта рубрика посвящена Году литературы в России И сегодня мы с вами посмотрим стихотворение, которое записала одна из наших телезрительниц Или телезритель? Я, кстати, не совсем уверен, кто был именно Прямо сейчас Саратов читает стихи Красивые стихи, красивые люди И мы за кадром завидуем им В маленькой комнате Набитой людьми Оставь вискарь По счету четвертый Выйди на улицу К улице голову подними К заснеженной улице голову подними К одинокой улице голову подними И отправляйся к черту Вот она, здесь, загадка людскому уму Как вороны превращаются в провожатых Как столы и стулья трансформируются в тюрьму Как громкая музыка трансформируется в тишину Каким, черт возьми, способом и почему Черти не виноваты Выходи из комнаты Уходи в леса, в горы Ложись на дно Дыши воздухом Цветные пилюли Храни на блюде А ты знаешь Я видела как-то в одном кино В старом, давно забытом уже кино В общем-то Бесполезном таком кино Когда черти злы Они посылают К людям Доброе утро вновь те, кто к нам только что присоединились Послушали мы замечательные стихи И если вы хотите, чтобы вы также оказались участником проекта Саратов читает стихи Как и вот наша очаровательная телезрительница Просто запишите себя на камеру мобильного телефона В тот момент, когда вы читаете свои любимые произведения И отправьте его нам на электронную почту info.sobakasaratov24.tv Мы все это посмотрим И если вы действительно отличный чтец То ваше стихотворение появится у нас в программе Автопилот Непременно появится Друзья, нам пришло время с вами расстаться Впереди целая рабочая неделя Пожалуйста, начните ее правильно Решили сесть на диету? Садитесь и сидите на ней всю неделю Решили заниматься спортом? То попробуйте хотя бы каждый день делать зарядку Или какие-то элементарные упражнения Вы уезжаете в отпуск? У вас сегодня первый день отдыха И мы вас искренне с этим поздравляем Хорошего вам отпуска И прекрасного настроения на протяжении всего этого курортного сезона Буду многословно, друзья Вам желаю быть добрее, быть веселее, быть активнее И тогда вся неделя пройдет вот так вот быстро, несомненно, продуктивно Самое главное, чтобы вокруг вас были любимые люди Аривуар, Алибидерчи, Хохлябазя Зарбагол И прочие-прочие непереводимые слова Говорю я вам на прощание Меня зовут Сергей Гришнов Это немногословная девушка Зовут Юлия Астахова Увидимся уже завтра Юля, здесь нужно махать рукой И говорить всем Пока-пока-пока Не переключайтесь, Саратов 24 Специально для вас 24 часа в сутки Давай еще раз, специально для вас Сергей Гришнов, Юля Астахова Друзья, мы разберемся за кадром Просто размахивайте рукой Мы разберемся за кадром Вам хорошей недели До скорого Пока